Мы хорошие, а дети дурные. Никак не могу я понять, что такое нам дело с детьми. Вот я такой хороший. Попробуйте у меня усомниться, только я вам покажу тогда. Вы тогда узнаете, кто я. А мои дети... Да. Яблочко от яблоньки далеко не падает. Что же так это воспитали, что они стали неблагодарными? А можно так воспитать? Что у нас делается? До какого-то возраста, пока еще справляются с ребенком, физически справляются, так? Его не воспитывают, а держат. Потом, когда уже не могут, так стрела вылетает. Ах, что нам делать с ребенком? Что нам делать с детьми? А куда же мы смотрели? До этого времени, что мы делали? Да, подчас оскорбляют просто. Просто детей. Не воспитывают, а оскорбляют. В полном смысле ведут себя часто, как тираны. Есть это? Есть. Это сколько угодно. Реагируем на детей только тогда, когда они меня заденут. Мы живем часто с детьми, как с чужими, под одной только крышей. Что они читают? Нас интересует или нет? С кем они дружат? Интересует или нет? Какие программы они смотрят? Что они по компьютеру делают? Воспитание – это же труд! И еще какой! Надо быть постоянно в курсе того, чем занимается ребенок. И по-хорошему, по-дружески, насколько это возможно, с ним даже рассуждать, сказать, почему это хорошо, почему это плохо. Почему? Для ребенка очень важно почему. А не так, я тебе сказал? Ну что, неужели мы забыли, каким были детьми? Главное – вопрос у ребенка. Почему? Почему? И до тех пор, пока вы не ответили, вы загнали болезнь внутрь, которая потом выйдет таким фонтаном, что не обрадуетесь. Мы, к сожалению, не обращаем внимания на воспитание детей до вот этого переходного возраста, а потом начинаем пожинать плоды. И мне звонит одна женщина из Сибири, что нам делать? У нас прекрасный у меня мальчик, такой, все, мы его крестили, прямо в детстве крестили, мы каждую службу носим, ее причащаем. Он же службу хорошо знал и стоял. Так? А потом дошел до возраста, вот теперь ему неинтересен храм. Я говорю, простите, а он причащался или вы его причащали? Он крестился или вы его крестили? Вы что, его за деревяшку считаете или кто? Что вы сделали, чтобы он принял христианство? Что вы сделали? Насильно в храм водили, да? Ребенок – это живое существо, это драгоценное существо, хрупкое существо, с которым как нужно осторожно и внимательно, надо у него вызывать веру, а не насильно заставлять его делать. Вызывать веру! Мне очень понравилось, как ответил отец Иоанн Крестьянкин однажды одному священнику, который пишет, вот я запрещаю женщинам вот краситься. А он им написал, ты неверно поступаешь, голубчик. Они должны сами прийти к тому, чтобы не краситься. А для этого ты должен показать, почему они должны. Сами они должны. Вот и детей надо приучать к этому. Вся беда наша – мы себя, родители, считаем хорошими. А вдруг дети у нас получаются плохими, и мы в полном недоумении рассеялись. Как же это такое? От такого меня хорошего, и вдруг такие плохие? Мы в прелести буквально находимся. Это страшная беда. Пора бы все-таки нам подумать о том, как нам воспитать самих себя. Я не могу никого научить играть на скрипке, если я сам не умею на ней играть. Я никогда не могу сделать доброго человека, если во мне самом, если я сам себя не воспитываю и делаю добрым. Это проблема сейчас. Это проблема постоянная сейчас. Постоянно спрашиваю, что нам делать с детьми? Я все время восклицаю. Когда же я услышу вопрос? Что нам делать с самими собой, чтобы наши дети стали хорошими? Этого вопроса не слышу. Что нам делать с самими собой, чтобы дети были хорошими? Вот какова должна быть постановка вопроса. Мы не христиане. Мы не христиане. Вот в чем беда. Наше христианство состоится все в том, что крест на шее, может быть, носим. А как только касается жизни, получается, мы при детях осуждаем страшно других людей. Разве это можно? При детях приняли гостей, все так хорошо, ребенок видит. Ушли они, а мы их. Чем попало? Ребенок в ужасе. Только сейчас папа и мама так хорошо говорили, и вдруг оказывается, оказывается, что... Что мы при детях делаем? Что мы про них говорим? Как мы осуждаем? Как мы клянем? Какое бессовестность часто допускаем? И после этого мы хотим, чтобы дети были хорошими. Когда же и что нам надо делать, чтобы самим стать христианами? Тогда только мы сможем действительно постепенно и воспитывать детей в этом христианском русле. Другого пути нет. Это нужно понимать. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ